Особенно больше встречалась с мамами, с женами, чем с мужчинами. Наши женщины не такие стойкие. Ну, конечно, в душе я понимаю, что происходит. Это все в глазах. Но, тем не менее, я не встретила никого, кто бы сказал нет. Осуждения нет. Все понимают, что сегодня надо. Надо защищать страну. Это тоже такого стоит. Не знаю, даже словами не выскажешь. Гордость? Ну, даже не скажу, что гордость. А именно вот такую они вселяют веру, уверенность, что, как бы мы ни говорили, какая молодежь сейчас, или что у нас не так. Но вот эта ситуация совершенно другая. Она показывает обратно, что вот как были русские люди сильные. Я русский имею в виду вообще не только национальность, российскую, наверное. Что вот люди такие оставили в душе, все равно большинство людей триотов. Поэтому восхищаюсь вот этими женщинами. И да, они говорят, каждую минуту тревога. И сегодня мы разговаривали с жительницей Глядиня. Да, Александра Солодухина у нее внука на скалом родину надо защищать. И вот, да, она сказала, тревожусь каждую минуту, но настраиваюсь на то, что надо. Галина Владимировна, а вот на Ваш взгляд, те вот меры поддержки, которые сегодня были в Ленинге, в том числе по инициативе губернатора Космонска, Александра Дмитриевича Руссо, их достаточно сегодня? Это обсуждается в законодательном собрании? Конечно, да. Может быть, какие-то предложения есть? Это обсуждается, но давайте говорить, если вот общие поддержки мы совсем недавно в аудитории разговаривали, встречались с жителями, не нашей районной, была как раз на территории, на другой территории округа, да, как раз говорили о мерах поддержки, говорили о том, что-то на сегодняшний день, да, и бесплатное посещение садика, на сегодня это бесплатное питание для детей, кто учится в школе, это сегодня бесплатное посещение спортивных сооружений и секций, это сегодня те, кто в трудной жизненной ситуации, 5 тысяч дополнительно выплачивает Министерство социальной политики. Я могу продолжать дальше, что вот, какие меры существуют. Более того, вот есть мера такая, краевая поддержки, и вот в законе, если изменения, да, по инициативе губернатора, тем, кто, к сожалению, погиб в зоне СВО, да, выплачивается помимо той федеральной положенной, как бы, пенсии, губернатор до 18 лет всем детям выплачивается по 15 тысяч рублей в месяц. И вот буквально в четверг внесено изменение в законодательство, и туда же добавлены сотрудники правоохранительных органов, те, кто защищал, и тот, кто отдал свою жизнь. То есть вот сегодня обсуждаем, наверное... То есть теперь меры поддержки оказывают не только в семье мобилизованных, но и в зоне СВО, да. И поэтому вот, наверное, даже здесь не только еще нужны такие меры, несомненно, государство должно, да, проявить все это забот, но еще и человеческое наше участие, участие, да, поддержка. И я, бывая в территориях, понимаю, что сегодня и главы все на связи, многие с семьями мобилизованных. И я даже бы сказала всех участников СВО, да, у нас есть и контрактники, есть профессиональные там военные, те, кто... Ну, то есть разговаривая все главы, в общем-то, в теме, что происходит, многие на связи и с семьями, и с самими ребятами, насколько это возможно. Вот участие такое как-то, вот это всех объединяет, и никто не держит там. Только сегодня, когда говорили с ветеранами, что вот в Назаровском районе, да, вот на сегодняшний день, других подарки приготовлены для детей, вот в семьях, и для семей, и для детей. Сегодня даже не важно, если призывался в другой территории, да, живет семья в Назаровском, либо в другом, были вот в Боготольском районе. То есть вот все сейчас заняты тем, чтобы поддержать, вот не дать людям почувствовать, что они одни, и они как-то забыты, либо дети забыты. То есть все пытаются поддержать, помочь, нас объединяет.